Средиземноморье. Сеута. Сеута расположена на маленьком полуострове у Гевралтарского пролива. Она входит в состав Испании 16-го столетия. И хотя находится на территории Африки, очень похожа на любой другой европейский город. Но только на первый взгляд. На самом деле Сеута – средоточие разных наций и культур. Здесь мирно уживаются верующие четырех религий. Мусульманские мечети в Сеуте соседствуют с индуистским храмом, впервые построенным на Испанской земле. И хотя католических церквей, таких как этот собор Успения Пресвятой Богородицы, больше, синагоги здесь тоже есть. Светская и экономическая жизнь Сеуты сосредоточена вокруг огромного порта. Это главные ворота в Африку из Европы. Столетия назад, чтобы попасть в город, нужно было переплыть в глубокий ров у крепостной королевской стены. В наши дни через этот животный канал лежит кратчайший путь на пляже по обе стороны города. Но не стоит забывать, что мы находимся на стратегически важных землях, которые на протяжении столетий были столь желанны для народов Северной Африки и Европы. Это становится понятно, когда вы оказываетесь в здешних краях. Башни и другие оборонительные сооружения окружают город и его окраины со всех сторон. Одну из них непременно стоит посетить. Это крепость Деснаригада, в которой теперь находится военный музей. Крепостные стены Монте-Ача видны издалека. Они расположены на самой высокой горе Ача и возвышаются над Гибралтаром. Старинные городские улочки – неотъемлемая часть культурного наследия и военного прошлого. Дух древности витает в королевских стенах, возведенных еще в византийский период. И в средневековых арабских банях. Здесь даже есть Римская церковь, которую обнаружили совсем недавно и превратили в прекрасный музей. Следы ушедших эпох указывают на то, какой непростой была жизнь в Сеуте на протяжении веков. Но, как и в любом другом городе, у местных жителей есть любимые уголки. И здесь, пожалуй, не найдется лучшего места, чем морской парк Средиземноморья, достроенный после смерти его создателя Сезаром Эмрике. Это уникальное архитектурное творение расположено недалеко от моря на радость посетителей всех возрастов. После незабываемого погружения пришло время немного развлечься в городе. Мы с удовольствием присоединимся к крестному ходу в честь святого Антонио на самом популярном празднике в Сеуте. Каждый год, 13 июня, из скита на холме Ача начинается шествие с фигурой святого Антонио, которую несут горожане из общества сынов Сеуты. А в окружении музыкантов и участников шествия фигуру доставляют к сторожевой башне, которая возвышается над Гибралтаром. Водный мир Сеуты богат и разнообразен. Чтобы в этом убедиться, достаточно посетить городской рынок. Побродив среди торговых рядов с фруктами и овощами, мы направляемся к палаткам с рыбой. Тунец, Налин, рыбоскорпион и другие морепродукты аккуратно выложены на прилавках и ждут своего покупателя. Дух мореплавания и рыбацкие традиции повлияли на все сферы жизни этого прибрежного города. К примеру, можно увидеть, как на берегу взялит рыбу. Этого тунца я повесил сушиться шесть дней назад. Его уже можно есть. Видите, он уже почти готов. А сколько времени на это уходит, чтобы рыбу можно было есть? Не больше пяти-шести дней. Тунец и летучая рыба вялиться на солнце. В других частях Средиземного моря такой деликатес не найти. А у вас рыбу едят с пивом или нет? Конечно, она в меру соленая. Хоть ее и готовят солью, это даже не чувствуется. А вот так готовят свежие креветки. Наш совет – обязательно попробуйте блюда местной кухни, не пожалеете. Тапос – лучшая закуска. Ее подают в любом городском баре. А если возникнет желание отведать изысканные блюда, вам не составит особого труда найти ресторанчики, где их подают. И не стоит забывать, что мы находимся в Северной Африке. Арабская кухня ни в чем не уступает европейской. Итак, прежде всего, рекомендую попробовать мясной шейк. Это традиционное блюдо из листьев салата, мясо ягненка со сливами, полусушеных персиков, пюре и миндаля. И еще мы очень вкусно готовим цыпленка с кускусом и ароматные десерты из добного теста с добавлением корицы, сахара и миндаля. Согласно арабской традиции, мятный чай подается со сладкой выпечкой. Что касается морепродуктов, обязательно закажите нетиперованного лима, тунца, мы называем его аттунара, и марокканского зубана. Это три основных блюда. Какое бы заведение вы не выбрали, вас везде вкусно накормят. Но вы не ошибетесь, если решите провести вечер в рыбном ресторане. Ночь опустилась на африканское побережье, так что пора ложиться в сеть. Фильм переведен и озвучен компанией Первой ТВЧ, 2010 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова